Чтобы принять участие в выборах мэра, нужно будет внести полмиллиона рублей. Депутат ЗАГС Собрания и неудавшийся кандидат на пост градоначальника Игорь Антропинг предложил соискателям на должность главы города оставлять в залог по 500 тысяч рублей. Депутаты горсовета обсмеяли эту инициативу. Ну так дешево. Если торгуем должностью мэра, тогда давайте задорого. И потом сразу у нас по закону залог-то не возвращается, тогда давайте больше брать. Скажите, сколько? Предлагаете? Предлагаете. А я предлагаю в 10 раз увеличить. Понятно ваше предложение. Леонид Дмитриевич, пожалуйста. Залог пусть остается в бюджете. Были и другие предложения. Алексей Ложкин выступил с идеей допускать до выборов тех, кто наберет не меньше двух третей голосов членов конкурсной комиссии. И запретить повторно участвовать тем, кто добровольно снял свою кандидатуру в прошлый раз. Это три человека. Бизнесмен Андрей Ярошевич, министр труда и соцразвития региона, Владимир Куприянов, а также заместитель губернатора Станислав Гребенщиков. Впрочем, и эти предложения не прошли. Сегодня старая система устраивает руководство региону, устраивает руководство горсовета. Возможно, будут срывы вторых выборов города-мэра. По крайней мере, сегодня я доложу своему руководству партии и буду просить вести переговоры с другими оппозиционными партиями об экотировании выборов мэра города Омска. В связи с тем, что не допускается большое количество достойных кандидатов. Продолжение следует...